Одним ударом они могут разбить куски льда, кирпичи и доски. В эти выходные за Кубок Акима Города боролись каратисты. Самым юным претендентом на поведу 7 лет, взрослым 13. За первыми схватками на татаме наблюдали мои коллеги. Они не велики ростом, но сильны духом. Эти ребята увлекаются восточными боевыми искусствами. На каждом занятии тренируют характер и волю, учатся чувствовать соперника и слышать себя. Сегодня маленьким спортсменам предстоит показать, на что они способны. А пока более опытные каратисты демонстрируют силу, ловкость и сокрушительность ударов. А теперь к бою на татаме юные спортсмены. Им от 7 до 13 лет. Удар за ударом Егор Ляшев и Данил Лагвиненко не уступают друг другу. Но яростная борьба длится недолго. Удача оказалась на стороне Егора и придала ему еще больше уверенности. Я люблю каратэ, мне нравится на соревнованиях. Я каратэ никогда не брошу. Чемпионы страны, призеры международных турниров и начинающие спортсмены. Разный уровень подготовки и настрой на соревнования. За Кубок Акима города будут бороться больше 400 каратистов. Присутствует команда с Атмолинской области, с города Кокшетау, Айртауский район, Кизалжарский район и все школы города. Кубок Акима города разыгрывают впервые. Наградили не только победителей и призеров. Самурайский дух, воля к победе, лучшая техника и самый быстрый бой. Выделили ребят и по номинациям. Александра Салминак, Бупета Нерберген, Михаил Казначеев. Новости МТРК.